Всем привет! С вами Олеся Селезнева и в этом видео я хотела бы вам рассказать, как не ошибиться при выборе папки. А что я имею в виду? Оказывается, в личном кабинете вы можете заказать папку, которая будет идти с регистрационным кодом. Этот код либо вкладывается в папочку, либо он высылается на электронную почту и в разделе регистрационные коды. Но есть еще папки на сайте, они стоят тоже 1950, но у них нет регистрационных кодов, и они за них начисляются, за покупку такой папки начисляется 12 баллов. Будьте внимательны, когда вы оформляете партнеров, если вам нужна папка именно для регистрации, нужна папка с регистрационным кодом. Если же у вас уже есть папка, и вы хотите приобрести папку либо другого цвета, либо ее иметь там на прозапас себе в работу, то тогда можно купить папку без кода и получить за нее еще 12 баллов. Это очень важный момент, помните о нем и предупреждайте своих новичков. А сейчас я хотела бы поближе познакомить с этой папкой вас и рассказать, что в ней внутри. Итак, компания оставляет за собой право вкладывать в папку от 40 до 60 пробников. Никогда не обещайте, что в папке будет ровно там 56 пробников, потому что если их вдруг окажется 55, к вам начнет сыпаться негатив. Папочка сделана внутри, отделана очень качественным бархатом. И у меня, кстати, уже были ситуации, когда со мной встречался человек, и, допустим, он начитался негативных отзывов о том, что в пробниках качественный парфюм, а уже во флаконах приходит очень-очень-очень плохое. Либо наоборот, что пробники, они нестойкие и так далее. Смотрите, какой момент. Любой сетевой компании невыгодно наливать в пробники одно, а во флаконы другое. Потому что мы понимаем, что любая успешная компания сетевая продвигается посредством сарафанного радио. И если вдруг качество недолжного образа, то это отразится на всей репутации компании и, соответственно, на ее доходности. Поэтому содержимое пробников и содержимое флакона абсолютно из одинакового сырья. Что могу сказать по поводу пробников? Если папка у вас уже давно, и, допустим, вы часто используете пробники в работе для того, чтобы наносить клиентам парфюм, тогда, скорее всего, пробники будут менее стойкие за счет того, что аромат состоит в основном из парфюмерной композиции и спирта. Это летучие вещества. И при частом открытии и закрытии пробника он просто может терять свои свойства стойкости. Поэтому я всегда предупреждаю клиента, что в пробнике мы судим о нотах аромата, о том, как он раскрывается на вашей коже. А стойкость в полной мере можно оценить во флаконе. Также в этой папочке, кроме регистрационного кода, идет прайс-лист нашей с продукцией. Его также можно заказать отдельно. На обратной стороне можно указывать вашу контактную информацию. И это будет еще работать как ваша такая визитная карточка. Дальше есть вот такая вот брошюрочка «План мечты». Здесь рассматриваются основные аспекты. Миссия компании, шаги к успеху, преимущества Armel, маркетинг-план, руководство успешного дистрибьютора, главный секрет успеха в сетевом маркетинге и расписывается автопрограмма. Очень классная вещь, иметь на столе действительно как план такой мечты. И есть такой вот рабочий блокнот и ручка. Очень удобно пользоваться, когда вы ходите, допустим, тестируете наши ароматы и сразу пишете контакт и записываете, чтобы не забыть, не потерять человека. Итак, заказывайте себе правильные папки. Это ваш основной рабочий инструмент, который будет приносить вам результат. И плюс это вход для открытия своего собственного, большого, стабильного бизнеса. С вами была Олеся Селезнева. До связи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok